А это домашний ослик. Он тоже любит вкусняшки. Только что я его угостила. Он хромкает. А тогда, когда ему не дает... Вот иди подальше немножко. Давай я тебе сниму. Вот, а как мы хотим. Мы хотим еще что-нибудь вкусненькое. Ладно, сейчас еще посмотрю. Еще что-нибудь вкусненькое дам. Ну давай, наскорей. Наскорей. Смотри. Вот как. Вот какая умница. Хромка еще. Молодец. Молодец. Умница. Это животное, которое вы все знаете. Для нашей крюшки поросюшки. Прямом книге слова поросюшки. Любят валяться в грязи. Им при этом никто не ругает за это. Смотрите, какие интересные. Смотрите, какие интересные. Вот они дрявые какие. Ооо, какие. Ребята, там еще много. А это уже поросюшки совсем другой породы. Видите, они не такие кудрявые. Они немножко более чистоплотные. Хотя, свинья грязи найдет. Это про них тоже. Она, наверное, что-то там в грязи в земле. А я направляюсь к вольеру. Здесь у нас такая стройственная ферма. Здесь стройственная ферма для того, чтобы угостить страусов. Ну, у меня морковки осталось немного. Но вот это вот мачки. Я на этом мачке покажу, как правильно можно и нужно кормить страусов. Так, берем за кончик. Видите, берем за кончик морковку, за самый кончик. И подносим только не доходя. Вот так. Видите, вот. Если вы туда пропустите, то он может в любом своем. Ну, конечно, нечаянно. Но достаточно прилично прихватить ласа за руку. И это даже больно. Я могу вам показать. У страусов вот ногу, если видно. Да, видно. У страусов ноги. Так вот эти ногой, они настолько сильные. Эти у них два бойца. Она может убить запросто. У страусов небольшие глазки. Но они способны видеть до 5 километров. На таком расстоянии они могут обнаружить опасность. Вот такие вот у нас. Такие у нас страусы. Которые несут лицо до 1,4 кг. Способлены накормить большую семью 10 человек.